Парк имени Дмитрия Кирилловича Родина В этом природном памятнике ландшафтного искусства соединились вода. Земля в виде камня. Огонь, который автор заменил солнечным светом. Воздух, источников которого здесь предостаточно. Ну и пятый момент. Самым элементом является сам человек. И все это было реализовано на четырех гектарах земли, что для парка не так уж и много. Все, что мы видим вокруг, сделано не из камня, а из бетона. Даже валуны, за исключением парочки, привезенных родинам из Гаянского карьера, вылиты из бетона. Все дело в том, что на камень в то время просто не было денег. Интересное решение родилось у Дмитрия Кирилловича, когда он понял, что завлечь сюда пернатых будет довольно тяжелым делом. Парк всегда был очень людным местом, а оттого не совсем любимым птицами. Автор предвидел это и создал скалу в форме крыла. Ее зеркальное отражение в воде образует пару крыльев огромного журавля, который, кажется, прописался здесь навсегда. Здесь есть и такие, можно сказать, подводные камни. Сейчас я стою возле профиля Дмитрия Кирилловича, который высечен в этой скале. У скульптора действительно говорящая фамилия. Даже когда он, можно сказать, пустил корни на этой земле, о своей родине он не забывал никогда. Его профиль как раз смотрит в сторону родной земли, в сторону Пензенской области России. Остальные секреты и особенности парка вы сможете увидеть сами, побывав в знаменитом на весь союз парке Родина. Перемещаемся в другую точку села, на берег реки Турунчук. У Днестра тоже есть свои рукава, которые он не закатывает. И Турунчук таковым и является. Забирая примерно 60% воды Днестра, он стремительно утекает в сторону востока, тогда как Днестр продолжает свой путь на юго-восток. Эта разлука породила живописный речной остров, который тоже носит название Турунчук. А это настоящие чобруческие пороги. Так что не только в горных речках можно встретить такие места. И местные жители в шутку называют их водопадами. В общем, если кто не бывал в этих местах, смело садитесь в автомобиль. В маршрутку на велосипед и вперед в Чобруче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова